Сегодня мы с вами находимся на фабрике мебели для санузлов. Большое предприятие, реально, выставляются сейчас в Шанхае. Кастом прикольно работать с этим предприятием. Цвета можно выбирать, размеры можно менять, можно выставить время, музыку можно вывести сюда. Сочетание вот дерева и тонкого алюминиевого профиля выглядит, мне кажется, очень стильно. Сейчас классика уже отходит, они с этого начинали когда-то. На некоторые модели, назовем цены, вот эта тумба, она там стоит, ого-го, здесь. Это очень маленькая раковина. Для моей задницы лучше пошире что-то найти. Круто использовать такие огромные зеркала. Придает такой определенный шарм. Большой выбор умных унитазов. Есть матовые вот эти вот смесители. Есть вот такие душевые кабины, высокие, с хорошей фурнитурой. Вообще на этом предприятии классные тумбы все. Приобретайте и используйте долгие годы. Друзья, всем привет. Меня зовут Кирилл. Я руководитель компании МБЛ. Сегодня мы с вами находимся на фабрике и смотрим новую коллекцию мебели для санузлов. Мы с этой фабрикой сотрудничаем уже 10 лет. И вот они сделали шоурум с новыми моделями, которые я хочу вам показать в этом ролике. На некоторые модели назовем цены для понимания. Ну и вы смотрите внимательно, пишите свои комментарии. Хочу обратить сразу ваше внимание на самые яркие модели, которые мне лично понравились этой коллекции. Вот, посмотрите, огромная такая тумба с LED-подсветкой. Здесь две раковины керамические. Столешница выполнена из керамогранита достаточно большого. Цвета можно выбирать, размеры можно менять. И зеркало. Зеркало с автоматическими настройками. Есть подсветка, видите. Есть функция от запотевания. Дополнительно можно выставить время, принимать звонок телефонный. Представляете, Wi-Fi подключение. Музыку можно вывести сюда, чтобы вот бриться с музыкой. Понимаете, такие вот вещи есть. Но для понимания давайте поговорим о ценах. Размер этой тумбы 1,70 м без смесителей. Цена 21,300 юаней. Включает зеркало, конечно, такое же большое. Фурнитура здесь используется Unihoper. Тоже это европейский бренд, но производство в Китае. То есть это аналогично Blume. Очень высокое качество тоже. Эти все тумбы влагостойкие, огромная фабрика. Мы делали обзор этого предприятия с этой фабрикой. Я даже не припомню, были ли рекламации или нет у нас. Поэтому это моя личная рекомендация. Да, есть ТОТО японский. Да, есть другие бренды. Если вас не пугает название вот этих английских букв Акаса, просто приобретайте и используйте долгие годы. 10 лет назад к нам еще туры прилетали. И у Акасы приобретали эти тумбы. Очень все довольны ни одной рекламацией. Я могу сказать про другие какие-то фабрики, когда возникают вопросы. Но с этой фабрикой, правда, все четко. Хочу обратить ваше внимание на такой умеренный стиль. Сочетание вот дерева и тонкого алюминиевого профиля с такими вот очень нежными подсветочками. В сочетании с матовой черной сантехникой выглядит, мне кажется, очень стильно. Интересно ваше мнение, напишите в комментариях. Это влагостойкое дерево, алюминиевый профиль. Вот посмотрите, такой тоненький. Мы и гардеробные делаем из этого профиля. Шкафчики небольшие. Все это можно использовать везде, этот профиль. Он очень применим. Тонированное стекло. Вот обратите внимание, подсветочка каждой полочки. Вот не броска, но очень стильно выглядит. Тоже от запотевания функция, друзья. Это очень нужное решение. Вы сами знаете, после душа все запотевает, и это нужно протирать. А так вот включили подогрев, и все. Решение простое. И вот обратите внимание, очень функциональный умывальник. Этот умывальник легко почистить, потому что у него есть сток. Весь комплект, вот этот вот, без смесителя и унитаза, 19300 юаней. Размер его 1,80 м. Но вот хочу обратить ваше внимание, например, данная тумба из хрусталя, да, выглядит, конечно, очень красиво, но я больше чем уверен, что это не функционально. Первое, очень маленький размер. Второе, что хрусталь, вы понимаете, его нужно постоянно чистить, тут будут оставаться пятна. И здесь плоская зона, в связи с этим будет вода не стекать так быстро, она будет постоянно здесь вот сдерживаться. И я уверен больше, чем наш европеец, я по себе сужу, когда моется, вот здесь вот все будет забрызгано вообще максимально. Это очень маленькая раковина, она не функциональна. Поэтому подойдем к выбору сантехнических тумб вместе с нашими менеджерами. Они приедут в этот шоу-рум и вместе с вами выберут более функциональные решения и дизайнерские, конечно же. Хотя вот эта тумба, она там стоит, ого-го здесь, это и керамогранит, конечно, вот эти вот части закругленные, это показывает такую статусность тумбы. Из нержавейки сделаны вот эти ободки, такого из старого золота. Конечно, она выглядит фэшн, но я считаю, что она не функциональна. Непрактично вот такое решение. Есть большой выбор умных унитазов с очисткой, без очистки, автоматический подогрев кругов. Ну, в районе 6-7 тысяч юаней, вот стоимость, плюс-минус, тут в зависимости от функций. Но мы вам ранее уже показывали про унитазы, эту серию, поэтому сегодня мы говорим только про мебель для санузлов. Ну и мы пришли к такой премиальной, огромной, роскошной тумбе, с таким вот большим зеркалом, где тут может поместиться не только один человек, а несколько одновременно. Конечно, когда у вас такие огромные санузлы, это круто использовать такие огромные зеркала. Что в этой тумбе крутого, на мой взгляд? Посмотрите, такие вот ниши дополнительные, ящики. Здесь у нас все в цвет выполнено. На пушах, видите, вот такие кожаные дверцы, керамогранит под мрамор. Очень практично, легко его вытирать. Внутри керамический умывальник. Такие вот стильные, видите, они добавили из розового золота смесители. Ну и это, конечно, огромное зеркало с подсветкой. Вот придает такой определенный шарм, понимаете? Он огромный, двухметровая тумба. Есть место, чтобы расположить какие-то элементы, добавить. Так, ну и вот этот роскошный комплект стоит 26 тысяч юаней. Зафиксировали. Вообще, на этом предприятии классные тумбы все, действительно подсветочки. Можно всегда договориться с ними под заказ выполнить тумбу, подобрать цвет, размер, камень, керамогранит. Очень много моментов. Кастом прикольно работать с этим предприятием. Все под заказ делать. Я что-то не заметил этот унитаз, а он так прикольно, как будто бы газетой обклеен. Посмотрите, золото, серые цвета, черные вставки. И я примерю. Насколько? Ой. Ну, я бы не сказал, что он удобный. Для моей задницы лучше пошире что-то найти. Не, ну так, что-то в ребра упираюсь я. Ну, вот ягодицами своими. Для нашей европейской задницы лучше приезжать в Китай и мерить непосредственно. или попросить наших менеджеров, чтобы они присели на унитаз. Хотя есть и другие модели. Все это обсуждается индивидуально. Здесь много смесителей разных. Тут выбрать можно и с длинным носиком, и с коротким. Везде все брендировано этой фабрикой. Большое предприятие реально выставляются сейчас в Шанхае. Есть вот эти вот сейчас часто в ваших дизайн-проектах вот это вот золото состаренное под латунь. Есть там глянцевое золото, есть матовые вот эти вот смесители. Разные. Некоторые у меня спрашивали, а если вот носик этот короткий, здесь можно добавить такую насадку, которая будет направление воды менять. То есть тоже это там 5 долларов стоит удовольствие, но все это регулируется. Но вот у нас то-то от застройщика в квартире уже были короткие вот такие смесители. Мы просто добавили насадку и направили поток воды. Есть душевые. Сейчас вот в последнее время мода пошла вот эти силиконовые шланги используются. Они более долговечны. Это все самые новые решения с крутыми фиксаторами. Есть вот такие душевые кабины, точнее, это стеклянные шторки для душа. Они рассчитываются индивидуально. Каждый метр квадратный рассчитывается конкретно под ваш санузел. Эти полукруглые такие, с силиконовыми уплотнителями. высокие, с хорошей фурнитурой, качественные и так далее. Можно выбрать разные стекла, там, тонированные, заблюренные такие вот, чтобы вас не видно было. Кухонные перегородки, это все тоже фабрика производит. Здесь можно классно поработать с нашими менеджерами в этом шуруме и вообще собрать полные санузлы для ваших домов и квартир. Да, ну сейчас классика уже отходит, но у них классика тоже присутствует из такого массива. Английская классика, американская классика тоже присутствуют на фабрике. У них это опыт был, они с этого начинали когда-то. Сейчас очень популярно итальянский минимализм и вот видите, даже санузлы все переходят в такой более фэшн стиль. Я очень надеюсь, что эта фабрика так же вам понравилась, как и мне. Если вы ждете следующих новых обзоров, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии, ваше мнение очень весомо для меня. А я желаю вам хорошего дня и отличного настроения. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok